теперь я намачиваю все свои краски независимо какие цвета могут мне пригодиться какие нет у меня краски 24 цвета не обязательно так много на канале есть видео где рисовала 12 цветами 16 есть видео рисование герани цветов герань без зеленых красок там маленький набор по моему 16 они 12 цветов 24 пополам 12 цветов из которого я вынула два зеленых то есть там вообще и черным еще не рисовала поэтому там вообще несколькими цветами всего вот есть два вида кисточек для акварели это беличьи вот эти до более мягкие они больше берут воды и краски все это хорошо отдают листу бумаги вот эти кисточки синтетически больше подходит для гуаши но в данном случае я наверное буду даже ими рисовать потому что здесь требуется точность положения цвета до той чтобы он не растекался везде а ложился туда куда мне нужно поэтому я пожалуй начну с вот этих кистей возможно фон я буду делать более мягкими ну начинать в акварели можно по-разному от темного к светлому от светлого к темному ну пожалуй я начну со средних цветов то есть с ярких цветов вот здесь внутри чтобы сразу задать общую такую гамму цветовой красивая цветная вода мне кажется что вот она на основе коричневого такого теплого цвета с желтыми оттенками на свету может быть даже в самом цвету они какие-то холодновато желтые вот пробую первые замесы смотрю что добавить может быть даже охру всегда лучше начинать чуть светлей даже несмотря на то что высохнет и еще посветлеет но тем не менее в светлой мы можем добавить всегда потом темного оттенка если надо будет а вот темный высветлить это уже вымывать не хочется вот где-то я вижу там более теплые красные красно-коричневые и сразу видимо за счет зеленого фона темно-зеленого у меня сразу вот в этой жидкости просятся какие-то темноватые холодноватые цвета интересно что будет если вот коричневый смешать зеленым красно-коричневый зеленым ну получается либо зеленый либо коричневый преобладает смотря чего больше да ну вот я рискну таким сложным цветом зеленого то коричневым положить вот здесь такие мазки где их вижу темными верхняя часть жидкости верхней плоскости так скажем здесь тоже вот отражение видимо от драпировки можно сказать что я сейчас просто смотрю где какие цвета вижу оттенки там и добавляю но мне надо помнить о том что это у меня не самое темное место в постановке в моей до самым темным будет черный наверху черными конечно будем рисовать через разные оттенки тем не менее может поменьше такую же синтетическую я беру кисть поменьше чтобы было удобней подбираться к краям вот учитывая что маски краски сохнут не слишком быстро не у меня немножко сплавляются и мне это на руку потому что я не хочу чтобы тут были какие-то резкие границы вот внутри этой жидкости вот здесь большой кусок таких же каких-то розоватых даже оттенков тем же оттенков что и в жидкости но более светлых ну и как всегда в живописи где холодно где теплый там рядом должен быть холодный оттенок это и есть основной закон живописи борьба теплых холодных также как в рисунке единстве и борьба темных и светлых вот этой кисточкой получается могу развернуть боком и она станет еще тоньше голубоватый зеленый светлый как на драпировке только светлее у меня здесь стекле отражается еще более голубовато здесь вижу потемнее посложней с другой стороны на гранях как вы видите я пока оставляю такие бортики там собираются наиболее больше больше всяких бликов разноцветных за счет этого мы в общем то и видим стекло вообще что значит рисовать стекло до стекло прозрачное сквозь него видно то что находится либо внутри либо за стеклом получается что мы рисуем вот эту прозрачность передаем за счет того что рисуем то что там внутри или за до находится и плюс еще у стекла большая разница между светлыми темными то есть между бликами и темными какими-то местами но не такая большая разница как например у металла металла разница вообще резкая между бликами и темными местами на стекле все-таки чуть меньше вот уже здесь мне хотелось бы более светлый что я делаю я намочиваю вытираю кисточку тряпкой и вот это место вымываю чтобы там сделать более светлый кусочек из всего флакона самое светлое место у меня здесь я пока его сохраняю белым все остальное хочу уже закрыть чтобы посмотреть как она будет смотреть все вместе здесь красивые голубовато зеленые как бирюзовый лимонный с каплей голубого пожалуй вот таким совсем совсем светлым с водой я делаю вот этот самый светлый кусочек здесь тоже хочется немножко высветлить и по вот этой грани намачиваю благодаря тому что у меня очень толстая бумага 480 грамм как вы помните очень толстая она дает возможность вот эти протирки хорошо делать то есть я уверена что смогу высветлить если у вас бумага тонкая или другого состава вот это может получиться хуже край жидкости то что светится ну вот мне пока нравится что получается вот это сохранить эту форму геометрическую флакона несмотря на такое разнообразие обилие разных пятен здесь к краю тоже светлей после чуть темнее поэтому я такой опять же высветляю возможно я изначально его все-таки перетемнило вот посмотрим когда сделаем черный и так на что похож этот черный как мне его сделать дело в том что у кого глаз не очень тренированный могут не увидеть оттенков в этом черном когда детям говорит что черный мы рисуем через разные оттенки и там есть отражение обязательно и синих фиолетовых и бордовых могут быть там из сложных коричневых но дети могут этого не видеть но если вы не видите на самом деле оттенка в черном я вам советую их придумать по мере того как вы будете тренировать свои глаза за счет большого количества упражнений в живописи у вас глаза будут тренироваться и вы будете видеть больше оттенков вот сейчас из этих трех граней мне нужно понять какая самая светлая света падает сюда но здесь много отражений вот эта грань миша скажется светлее из-за того что видимо на ней рефлексов много вот эта поверхность черная она но тоже слегка отражает то есть она глянцевая и на ней все отражается вот намешала какой-то синий черный сложный такой оттенок и им закрашиваю это ребром сложно сделать очень четкие линии потому что зерно большого бумаги и может быть стоило такой сюжет рисовать но гладкой без зерна вот более тонкой кисточкой можно поправить да эта поверхность несмотря на свое освещение она более темная у меня моим глазам и я беру через коричневый черным может быть каплей бордового вот так мне хочется видеться еще темнее становится вот к этому краю вот этому ребру потому что вперед выходит да все что выходит вперед она делается контрастный смеши надо ставить светлую полоску на грани вот как мне кажется в этой части я вижу даже зеленый видимо от драпировки и с вот этой стороны чуть светлей этот черный с оттенками далее более плотный здесь я немножко перекрыла свой овал надо чтобы он был максимально круглым чтобы чувствовать что это именно круглая форма овально чуть-чуть сейчас вычищаю со стороны светлой здесь мне сейчас хочется добавить несколько темных мазков чтобы уже она стала более контрастным какой-то сложно серо-голубой у меня тут получился может быть добавлю чуть теплого будет коричневатым станет главное сейчас не увлечься не переборщить не сделать слишком много этого темного ну как сейчас этот темный неплохо подчеркивает остальные цвета делает их более светлыми и цветными маленькими мазками которые возможно еще надо смягчить по краям вернемся к нашему первому цвету изначально желто-каличневому интересно что мне не захотелось делать вот этот основной цвет цветной воды через оранжевый может быть кто будет повторять именно этот рисунок может быть вы захотите глядя на референс попробовать сделать его через коричневато-оранжевые оттенки поскольку лимонная краска является кроющей то есть она ложится сверху и дает вот это небольшое свечение я ей немножко сейчас воспользуюсь думаю что после высыхания она даст такие светлые кусочки ну и как я говорила где-то хочется чуть-чуть сплавить края вот здесь у нас идет золотистый ободок и ну что значит золотистый мы-то видим в целом глаза оценивают что он золотистый а при рисовании в нем как у металла очень большая разница между светлыми темными пятнами в принципе я могу сейчас заложить вот это светлым совсем весь таким лимонным почти потому что вот здесь он прямо холодный лимонный а здесь где-то более теплый и после высыхания добавить темных кусочков вот она сейчас светится у нас так пока сохнет весь мой бутылек я могу поработать здесь хочется цветнее сделать давайте все-таки каплю оранжевого сюда дадим пошел гулять оранжевую по всему рисунку для фона я пожалуй возьму среднюю беленькую кисть возьму зеленый травяной с холодным голубым сразу вот у меня получается много и добавляю воды несмотря на то что он темный он он не темнее крышки гораздо светлее да вот здесь я его попробую таким слегка нейтральным охристом там какие-то узоры на ткани мне не сильно то нужны но тем не менее они добавляют какой-то интересности ну поскольку фона очень много можно его даже не весь закрашивать а только возле ближе к объекту ну для того чтобы он был не резки по краям я вот так его сейчас водой списываю это дает возможность потом либо добавить другие цвета еще ну в смысле дорисовать да если захочется либо оставить вот так сплавным добавленным краем мягким вот он еще постепенно там видите расползается что в принципе тоже неплохо смотрится вот сейчас чтобы эта вся плоскость не выворачивалась на нас нам надо уложить ее немножко в перспективу то есть мы помним такое правило что доходится дальше оно светлеет холоднеет и меньше деталей может быть там меньше оттенков где-то у меня есть еще и граница с другим цветом другим фоном вот нельзя жить и теперь делать ровно покрышки до либо надо было меньше либо больше я сделаю чуть больше чуть выше с этой стороны хочется немножко тепла добавить в этот цвет может быть светлого вот я смешиваю с охрой даже иногда с коричневым что у нас происходит с этой стороны вот этот синий свет дает сильный свет сюда и он переходит сразу в тень попробуем это изобразить холодные сюда зеленый делаю каплю черного для сложности вот для этой тени до или фиолетового например вот он сложный цвет не попала сейчас фиолетово поэтому добавила чуть красного красный синий зеленый намешала не смешивайте больше трех оттенков а лучше больше двух чтобы не получилось глухой грязи надеюсь что вот это вот пятно высохнув не станет тем о чем еще говорю и снова холодненького здесь тоже но светлее даже такую плотную бумагу слегка повело от большого количество воды на фоне то есть она немножко горбится можно было бы здесь закрепить прищепками канцелярским и помните я говорила здесь о том что свет чуть-чуть буквально не светить и получилась муча счет но посмотрим как высохнет вот этого от этого угла идет темный темная линия там кусочек света так теперь пока сохнет фон можно заняться золотистым овалом в золоте есть лимонный есть какой-то сложный зеленый такой действительно бывает сложный зеленый цвет в золотистом сложный зеленый зелено-голубой несколько похожи даже на фон но все-таки теплее наверно коричневее что ли вот здесь ну и чтобы эти полоски в дне были разрознены я сейчас их снизу чуть объединила в общем а общительной линии так сейчас попробую сверху добавить черную линию потому что здесь у меня идет продолжение в черный переходит можно темнее за счет синего фиолетового и с этой стороны то еще темнее потому что тень другая сторона цвета во первых а во вторых тень под крышкой стараемся сохранить линию вала немножко расплываются а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я его люблю и с удовольствием использую Он какой-то такой нейтральный и в то же время довольно темный То есть к нему можно не добавлять допустим черного для сложности или для того, чтобы он не был слишком синим Этот темный фон немножко добавляет какой-то вечерности, ну такого ночного что ли состояния Всегда когда наверху, там где должно быть небо, вдруг рисуем темным, видимо это ощущение ночи Ну и здесь бордовый, но мне не хочется делать его сильно красным Субтитры создавал DimaTorzok Ну такой получился рисунок, пусть он еще сохнет Я думаю, что эффект стекла Это я пожалуй посажу сейчас такой лессировкой Все-таки дальний угол и Ну он не сильно светлым должен быть Должен быть наоборот Даже в этом месте чуть темнее фона Не надо, чтобы он не выскакивал из всего бутылька своей необычностью Да, остановиться бывает трудно Мне сейчас трудно оценить, все ли получилось, когда высохнет И я посмотрю более свежим взглядом, будет понятней Но я думаю, что вот этот самый светлый кусочек со светом своим, да, получился То, что это внутри цветная вода, я думаю, тоже понятно Вот, надеюсь, что ничего не испортилось Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok